Добрый вечер, дорогие друзья! Ну вот и пролетели наконец-то наши долгожданные каникулы, быстрые каникулы. Все успели отдохнуть, соскучиться по западной лиге. За окном вечер, четверг, и мы в гостях у Максима Киселева, который нас пригласил к себе на чашечку чая. Как говорится, в эфире передача «Натуре» и мы ее ведущие Михаил Меркулов, футбольный клуб «Барс», Дмитрий Ершов, футбольный клуб «Флагман» и, как я уже сказал, Максим Киселев, хозяин вот этого уютного вечера «Атлетика». Добрый вечер, дорогие наши телезрители. Ребят, добрый вечер. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома, угощайтесь. Ну ты умеешь, что я сдать уют, не зря тебя величают народным комментатором. Стараюсь. И ты и в быту. Но, конечно, мы сегодня... Но яблоки не настоящие. Но зато настоящий мед. Зато настоящие кубки у нас были уже за эти две недели. И, естественно, как и в любой лиге, мы открываем сезон суперкубком. Матчем за суперкубком, в котором, наверное, афиши лучше было нельзя придумать. Мегатитан, ФКСП. Безусловно. Что вы можете сказать об этом матче, друзья? Потому что это один единственный матч, когда один матч и решается кубок, собственно говоря. Да, и это возможность взять уже трофей в новом сезоне. Да, безусловно. Это факт. Что касается матча. Чего вот лично я ждал? Я ждал противостояния того, которое искрами, в общем-то, пылало и, по-моему, даже до удаления в итоге довело. Это противостояние Пименова и Бирюкова. Ни того, ни другого мы в итоге на поле не увидели. Поэтому немножко для меня суховато получился этот суперкубок. Ну, ожидаемо же было то, что их не было. По сути-то, согласитесь. Да, по большому счету, не в оптимальных составах предстали две команды. Но, тем не менее, футбол, на мой взгляд, получился вкусный. Ну, мне кажется, было вкуснее. Что называется, например, в чемпионате. Ну, ты помнишь, когда... Сейчас было поинтереснее гораздо, да, и накал был побольше. Здесь как-то все-таки местами команды взорвались. Может быть, им правильно говорить, что отсутствие лидеров как раз сказалось. Но все-таки один на один... Ну, ты же знаешь, я любитель маленьких счетов. Ну, я согласен. Здесь... Абсолютно футбола. В ПКСП вышел вперед. Все сделал Васильев, кстати говоря. Чуть ли не сам. Чуть ли не сам. Если Александр Куксов провалился. Кстати говоря, попозже вы поговорите еще как раз гостями о Мега Титане. Но вот Куксов пока проваливает начало чемпионата, да, потому что с левого фланга достаточно много приходит опасных моментов и забитых мячей. Но тут вопрос, что требует от Куксова. Потому что Куксов, он, когда команда переходит в атаку, Куксов играет на позиции чуть ли не опорного полузащитника, такого некого разыгрывающего, да. И, может быть, просто не успевает возвращаться. То есть, где-то здесь, может быть, и какая-то тренерская та же оплошность имеется. А может быть, где-то перехвалили Куксова. Не знаю. Да, в то же время, вот как раз Игорь Кротков в интервью отмечал, что очень доволен действиями Куксова и хвалил его. Ну, посмотрим только два матча, да, Суперкубок, Первый тур. Ну, конечно, у прокуратуры отмечу то, что многих ветеранов, так скажем, опытных игроков не было. И Михаил Лунин перед игрой немножко так пообщался с ним. Он сказал, что вот, пожалуйста, шанс для молодежи, чтобы выстрелить и доказать, что не зря они сидят вторым эшелоном, скажем, являются. Заодно и новичка попробовали, да? Да, Сашнина, конечно, хотя у меня пока скепсис по данному футболисту, потому что все-таки, ну, КСП – это дисциплина, это строгость. Ну, а ты же видел этот матч, ты, по-моему, его еще и даже комментировал. Да, ну… И Сашнин сыграл очень строго и максимально выполнял как раз установку… Да, надолго ли его хватит? Это вопрос третий, десятый или пятнадцатый, но на 50, грубо говоря, на 60 почти минут его хватило в этом матче, да? Ну, нет, поэтому матч он сыграл неплохо, но в целом, да, посмотри, будет интересно, интересно будет посмотреть. В результате у нас во втором тайме Мегатитан сравнивает счет, кстати, забил-то защитник, кстати, защитники отличились в этом матче, да, Сергей Терентьев это сделал, ну и вот она серия пенальти. Вроде бы Сергей Лихонин – гуру, да, отраженных пенальти, с другой стороны Карасевич, который… И с третьей стороны… И с третьей стороны… Который, мы гадали, как может он сыграть на серии пенальти. Да, и с третьей стороны это все очень дико и лютое лотерея. Согласен, да, но, тем не менее, кубок есть кубок, здесь, наверное, нервы оказались крепче у футболистов ФКСП, ну и Алексей Карасевич, конечно, доказал, что после ухода Алексея Чайкина, наверное, именно он будет галки первым номер один. Два удара потащил. Два удара потащил, да, и ФКСП у нас четырехкратный обладатель суперкубка на Запад, поэтому с чем мы, собственно, и поздравляем. Да, и интересно, что два раза обговорил суперкубок и обогревает Мега Титан. Да. Еще более интересно, что ФКСП в премьер-лиге сколько, пять лет находится? Ну или шесть от силы? Четыре суперкубка. Да, пять лет, по-моему, да, действительно. И, кстати, получается, что все суперкубки, в которых участвовал ФКСП, все он их забрал. Уровень? Уровень. Ну, в этом году будет поход за главным трофеем Москвы, а может быть и России, не побоюсь этого слова, да, это Лига Чемпионов, конечно. Но давайте, наверное, перейдем и к вопросам Еврокубковым, Кубок Переправы. У нас стартовал в прошлые выходные также, закончился в эти, наконец-то выиграл наша западная команда. Ну и об этом и немножечко еще о премьер-лиге мы пообщаемся с нашими молодыми гостями. Рады приветствовать в нашей студии обладателей Кубка Переправы, нынешнего розыгрыша, футболистов футбольного клуба Успенского, Никиту Грибанова и Виктора Рахманько. Здесь в нашей уютной студии, ну а Максиму Киселеву мы уже представляли сегодня в нашем эфире. Ребят, ну первым делом хочется вас поздравить. Действительно ли настраивались, вообще какие эмоции вот испытали после этого матча, после этого финала, когда вот удалось уже выдохнуть действительно полноценно. Ну было очень страшно, когда мы начали проигрывать 4-3, но мы не растерялись и продолжили нашу борьбу, потому что в том году у нас было выступление не особо удачное. Да, и в этом году нам поставили цель выиграть Кубок Переправ, все же мы вышли в Высшую Лигу, уже уровень команды должен подниматься, потому что нам было важно играть в Лиге Европы, почувствовать свои силы. Но при этом вы состав-то, в общем-то, практически сохранили, да, вот именно те, кто ковали этот выход в Высшую Лигу, они все остались в команде, я так понимаю. Ну, руководство команды сказало, оно хочет оставить основной костяк, у нас были некие проблемы с обороной, но наше руководство справилось с этим, взяло парочку хороших, опытных игроков. Центрального защитника перевели на тренерский мост и проблема ушла. Скорее всего. Ну, кстати, вот раз уж мы с Иза говорили, да, про главного тренера, случилось удаление, да, Вадима Фирсова, вообще вот такие моменты, они как-то влияют на команду, или вы на это особо внимания, в принципе, не обращаете? Ну, не особо мы, конечно, обращаем на это внимание, потому что у нас там стоял наш любимый, уважаемый Ильда, который подсказывал нам всегда все. Поэтому он достойно заменил на эти 10 минут Вадима Фирсова, сделал некоторые корректировочки, и мы спокойненько завершили игру в нашу пользу. А формальные? Думаю, все были в игре, и поэтому особо внимания этому не уделилось, потому что все боролись, было тяжело, и внимания особо не обратили. А так вообще есть в команде такая ситуация, что Ильдар это второй тренер, или это по ситуации пришлось так сориентироваться? Ну, Ильдар намного подсказывает, на самом деле, он делает замечания, если что-то не так делает, в нужный момент он может подбодрить, поэтому у нас, ну, можно сказать, что да, как второй тренер действует. Они часто совещаются с Вадимом, и у них это хорошо получается, они как вдвоем работают на тренерском мостике, но пока это успешно. То есть помог он, да, реально помог команде? Да. Еще Сергей Абрамов тоже, вот он у нас был раньше, тренером тоже очень хорошо подсказывает, тоже говорит, что как делает, поэтому все хорошо. Он играющий, я так понимаю, зритель. Он играющий, да? Но вот в полуфинале, мне кажется, что вы так вот соперника своего, по большому счету, не заметили, да, тактиоритм как-то не оправдал ожидания? Да, не то, чтобы не заметили, мне кажется, просто соперник играл в закрытый футбол, опять же, он понимал то, что мы в этой игре фавориты, и просто нам удалось удачно пару атак провести, забить мяч, а потом особо, опять же, вот в обороне сыграли, очень удачно, и они особо даже ничего не создали, по-моему, в этой игре было парочка подходов, и все. А мы успешно завершили эту игру, 3-0, сухой матч, и вышли в финал, уже настроены на серьезную игру, более серьезную. Мы понимали то, что полуфинал будет достаточно легкой прогулкой, а вот в финале будет, надо больше сил оставить на финал. Ребята, вообще, вот в преддверии плей-офф, ну, в смысле, вот этих последних стадий, да, я имею в виду полуфинала, финала, вообще, команды эти как-то вы просматривали, готовились, там, может быть, кто-то ездил, смотрел, как-то вот до матча подготовка была к этим играм? Наш тренер просматривал видео этих команд, он сказал особенности команд, через какие края надо играть, сделал замечания по поводу этих команд, мы это обмозговали, так сказать, приняли сведения, и то, что он нам сказал, можно сказать, прошло все это. Ну, а у меня вообще получилось так, что я пришел в эту команду Успенской из «Экспресса», то есть у меня была игра такая, с бывшей командой, бывшим клубом. А, то есть основная информация в основном от тебя шла, да? Ну, я посмотрел, что команда старается играть в пас, они вот очень постоянно катают мяч через середину, то есть дальних там забросов нет никогда, ничего такого, и все. Они стараются эту игру придерживать, у них хорошо это получается. Ну, в отличие от Успенского, которая основной костяк сохранила, насколько я знаю, у «Экспресса» много изменений по сравнению с прошлым сезоном, да, произошло? Да, там был хороший очень игрок Игорь Шейн, достаточно знаменитого ФЛ, он перешел в усадьбу Банну, как я знаю, то есть, ну, пару лидеров ушли. И Кирилл Крыловец был тоже, ну, хороших игрочков они потеряли. Ну, понимали, что в финале, наверное, будет с «Экспрессом» трудная игра, да? Да, конечно, это было понятно, потому что команда выиграла все-таки восточную лигу, и для стоянного поражения, кстати. И у них много игроков получили, опять же, награды, там, лучший игрок «Востока», там, 50 номер в середине играл, и понимали то, что будет тяжелая игра. Вадим Сахаров, да? Десятый номер? Да. Вот на него, мне кажется, больше всего внимания обратили, потому что, как только он был с мячом, там, чуть ли не по три игрока Успенского сразу вокруг него… Она установка тренера, он сказал сразу, с ним плотненько надо играть. Плеймейкер, да, он команду «Экспресс», очень мало брака. Да, все среди него делать, но поэтому он и стал, как бы, он больше, всех голевых раздал, девять передач вроде за три матча, как я знаю. Вся игра через него идет. А так вроде ничего особенного по нему и скажешь, то есть, ну, на него смотришь, так вроде не выделяется. А в итоге он очень хорошо владеет пасом, очень хорошо видит поле, и это было опасно для нашего команды. Ну, трудно, наверное, выделиться, если три футболиста Успенского этому препятствуют, да? Трудновато немножко. Да, вот прежде чем мы перейдем к финалу, у нас есть интервью с вашим руководителем, с Ильдаром Зариповым, и мы обязательно его послушаем. Ильдар Зарипов, руководитель футбольного клуба «Успенская». Ильдар, ну, прежде всего, как готовились к сезону в целом, да, и к этому матчу, к этому всему турниру в частности? Ну, был готов к нам, начали, примерно месяц назад, вот, и цель основная – начать сезон с победки на турнир на турнир вперед правы, вот, поэтому готовились мы в два раза в неделю тренировки были, вот, и думаю, у нас должно сегодня получиться. Но в финале вас, скорее всего, будет ожидать очень серьезный соперник, экспресс просматривают? Да, экспресс просматривают, да, в принципе, понятно, как они играют, мне, кстати, их футбол очень импозирует, тоже такой атакующий, и всегда владеет мячом, поэтому игра была бы хорошей. А как это турнир рассматривать? Как подготовку такую к премьер-лиге, все-таки первый сезон, или это турнир, который нужно выигрывать? Не, во-первых, это как и подготовка к началу сезона, во-вторых, так и хочется выиграть, чтобы попасть дальше. То есть, правильно, там, где выходит команда. Вот, поэтому поедем там, к другим округам Москвы, посмотреть, как там будут вообще играть. Вот, в какой уровень. Удалось ли сегодня собрать оптимальный состав? Вообще, как оценишь игру команды? Сегодня, к сожалению, оптимальный состав у нас не получилось собрать, потому что у Владимира Юльзина сегодня свадьба, и часть коллектива находится на свадьбе. Вот, поэтому заодно поздравлю его с этим замечательным днем в его жизни. Вот, а еще, ну и как бы состав, есть, конечно, вопросы. Состав неоптимальный, я думаю, процентов на 70 только сегодня. Ну, как бы, или собрать именно по игрокам. А ты сказал, что есть еще вопросы. Вопросы в плане трансферной политики, то есть, она еще не завершена? Ну, скорее всего, может быть одно усиление максимум, да. Ну и то, как бы, скорее всего, процент 90, что больше, как бы, оставим так, как есть. У всех все устраивает сейчас при несколько штатах. Ну и вообще, какие вот, поделись впечатлениями, ожиданиями от сезона в премьер-лиге? Спасибо. Лучше давно к этому шли. Хотим поучаствовать, достойно выступить. И хотя бы там где-нибудь в седьмое-восьмое место, я думаю, будет дебютным сезоном очень хорошо. Учитывая, что мы оставили основной костяк с первой лиги. Спасибо, удачи. И в премьер-лиге, и в финале. Спасибо. Ну вот, Ильдар как раз поделился своими мыслями. Ждет он очень сильно сезон выше лиги, что оно, в общем-то, и понятно, да. Очень долго команда к этому шла, и действительно, ожидания, наверное, должны вскоре оправдаться. Но финал, финал с «Экспрессом». Вообще, вот было ли какое-то волнение, да, команда серьезная, и все-таки это уже финал, да, все-таки какой-то груст ответственности, наверное, давил? Ну, знаете, мне кажется, еще сказалось то, что мы играли в том году, в этом турнире, то есть у нас был какой-то опыт. То есть было в любом случае легче, и на финал мы выходили, я думаю, не было мандража ни у кого. Команда полностью, не знаю, была настроена, потому что мы знали то, что в команде у нас нет никакого пихача, если просто говорить. Мы все друг другу подсказывали, и любой счет, опять же, даже если мы начали проигрывать 0-1, 0-2, то есть мы, я, допустим, знал, то, что наша команда соберется, и спокойно может сравнять этот счет, и выйти вперед. То есть, опять же, так случилось, мы начали выигрывать, мы начали потом, пропустили мяч, проигрывали 4-3, ну, и недостаточно непросто было за 20 минут до конца матча собраться и забить 3 мяча. Опять же, это заслуга вот нашего нападающего. Больше я не забил этот 2, да, последний? 4 мяча. Ты не успел посчитать, да, не все. Поэтому, опять же, там... Команда была наша уверена в своих силах, что мы сможем, мы знали, что мы должны выйти выигрывать этот кубов выбор. Мы это и сделали. И, конечно же, хотелось просто очень сильно играть в Лиге Европы, это очень хороший опыт, тем более для команды Успенской, которая вышла в высшую лигу. Успенская, по-моему, не была, героев далеко не было. Нет, это я первый раз вышла. Вот, и это в любом случае приятно для наших руководителей, которые давно этого добивались. И многое делают для команды, то есть они тоже это заслужили, сколько они сил вложили в команду. Да, поэтому мы вышли в 60 минут, отбегали. В перерыве даже многие сказали друг другу, давайте, пацаны, последние 30 минут надо выйти и выиграть. И все, мы вышли, выиграли. Ребята, вообще тяжело вот так вот три матча-то играть подряд. Вот вы пока... Да, справитесь с нагрузкой. Я имею в виду, да, вот когда сюда студию ушли, так сказать, по секрету поделились, да, что не только полуфинал и финал сыграли в этот день, но еще и до этого, да, сыграли матч. Расскажите, как вообще это выдержать, такой график. Ну, знаете, мы очень серьезно готовились за день до этого. Вот у нас игры были в воскресенье, а мы в субботу готовились, мы пораньше легли спать, набрали сил. Первую игру отыграли, потом поехали на эту игру, ножки подняли кверху, то есть все было хорошо. Ну, силы были, конечно, мало, но у нас в команде каждый друг за друга, поэтому если ты где-то не добежал, за тебя забежит другой человек, и довольно-таки хорошо все было. У нашего тренера еще своя аптечка, у Вадима Фирс, разводит всякие воду восстановительные, то есть вот это все. То есть делает эти вот восстановительные... Что, подумать, мы на допинге сидим, я рассказал, что проверка пойдет. Мельдонии нет там, в случае, ну, какого-нибудь дюшеса там, да. А, ну, на КФК вы еще матч сыграли, да, до полуфинала? Да, и потом приехали сразу на полуфинал, финал. Да, ну, я думаю, сил было меньше, конечно, в любом случае, но мы привыкли, да, и нам по 20 лет. То есть это еще молодой организм, много сил. То есть медонии не требуется, да? Я прям слышу вот эти слова из уст Вадима Фирсова. Молодой организм еще должны бежать. Да, да, да. Отговорки уже не принимаются в таком возрасте. Еще, точнее, не принимаются. Давай, наверное, к вышке чуть-чуть больше перейдем, тем более уже начали потихонечку о ней говорить. Вот руководство действительно, я видел по глазам и по словам, тем более понятно, Эльдара. Ну, а вы ждали вот этого повышения в классе, да, все-таки попробовать свои силы, там, наравне с Мега Титаном, с тем же ФКСП? Ну, честно говоря, мы очень ждали, потому что, ну, первую лигу мы прошли, ну, очень легко, там, как бы не было для нас соперников. Мне кажется, мы по сперва кругу уже были мыслили. Да, мы понимали, мы уже все понимали то, что Успенская выиграет, мы уже шли на рекорд, ну, чтобы набрать рекордное количество очков в первой лиге, нам, по-моему, чуть-чуть не хватило. Там, в конце, команда начала немного не собираться. 99 набрали вот этого, да? Да, 99. Одного не хватило до красивого цифра, да? Ну, вот, поэтому нам, мы все ждали вот этого выхода, чтобы был интерес какой-то играть, потому что в первой лиге не было интереса нам. Это вся команда. Ну, готовы в высшую лигу также пройти? Вопрос сейчас. Конечно, мы ожидаем наилучших результатов, а это уже будет зависеть от нас на футбольном поле, как мы будем проявлять себя. Ну, и наверняка следите за результатами и видели, наверное, такую самую громкую, да, сенсацию, да, это победа Аслана Гатагова, команда, с которой, в общем-то, в первом дивизионе также сражались, ну, пускай не полный, да, сезон, но все-таки. Обыграл вам Мега Титан, вот для вас это было какой-то неожиданностью или нормально вас приняли? Ну, в большей степени, ну, нельзя сказать, что это была неожиданность, потому что команда очень хорошая, они каждый день тренируются, там, молодые. Игроки, вот как мы знаем, то, что там два человека из молодежной сборной Сенегала, говорят, играют, ну, и с Асланом делают очень немалые работы, ну, проводят с командой, да, он тренирует ее вот каждый день, они работают над техникой, над физикой, поэтому нельзя сказать, что это прям громкая сенсация была. Не знаю, для меня это громкая сенсация, потому что в любом случае Мега Титан очень опытная команда, потому что мы знаем многих там игроков, и по уровню игроков там лучше, естественно. Но, мне кажется, просто Мега Титан недооценил соперника, у них вот это вот как будто постоянно, то же самое в финале Лиги Чемпионов, да, то же самое, мне кажется, было. Они были уже, у них мысли были о победе, не знаю, то, что они возьмут легко эту тройку, но в итоге нет. Это то же самое, они вышли сейчас первый тур, команда только что поднялась, и то она поднялась, получается, не по спортивному принципу, да, то, что команды снились, да. Вот, и они думали-то, что это будет легкой прогулкой, но оказалось, видите, команда дала бой, и причем какой бы выиграла, мне кажется, главного фаворита высшей лиги в этом сезоне. Безусловно, именно вот как раз Максим и отнес Мега Титан, да, по-моему, ты на первое место поставил своих прогнозов. Да, вот предчемпионат, я статью писал, как бы, на мой взгляд, Мега Титан в этом сезоне должен замахнуться на золото. Ну, вот сам матч вы наверняка видели, или какие-то отрывки у нас нарезка, тем более, да, есть, а Гатагов забил, сел и оборонялся. Вот, готова ли Успенская, да, где-то в ущерб своему футболу, атакующему, действительно, там, с лидерами играть от обороны, в такой вот… Я думаю, конечно, в любом случае, потому что мы понимаем, опять же, какие команды на противостоят, те же Мега Титан, ФКСП, Портер, ЦДН. Команды очень опытные, с хорошим подбором игроков, у нас, получается, мы только вышли, у нас нет такого особого опыта, да, и в любом случае придется обороняться, если надо будет. Будем, мне кажется, отталкиваться от соперника. Тоже, там, играть будем с Космосом, с командами, да, тому будем показывать свой футбол, я уверен в этом, с командами Мега Титан, ЦДН и так далее, будем отталкиваться от соперника. Ну, а на тренировках, ребят, какую-то, так называемую, выездную модель вы уже готовите, то есть, я имею в виду, что вот именно от обороны, наигрываете уже конкретно, вот готовитесь, да, к этим матчам против фаворитов. Пару автобусов припарковали уже. Мы готовим стандарты, опять же, на этих, вот как раз в этих играх, мне кажется, очень будут важны стандарты, и у нас именно в стандартах будет преимущество, потому что у нас есть игроки, которые могут исполнить, могут ударить, могут выпрыгнуть, вот как раз подтверждение. Большой нападающий у нас столб в команде есть. А что ты все тенеры открываешь? Сопер, бьем. Вот, и поэтому, ну, посмотрим, как будет, будем стараться, будем биться. А есть кто-то, с кем хотелось бы сыграть, кого хотелось бы больше всего обыграть? Принципиальный, может быть, соперник? Мне кажется, Мега-Титан. Ну, Титан, да, Мега-Титан. Нет, принципиальных, а, нет, наверное, все-таки, как раз-таки Асван Готагов. Да, потому что, как раз там Асван игрок тренирует, а он игрок, наша команда будет. Вот, и поэтому с ними будет интересно сыграть. А еще не играли вы с, ну, то есть с Готаговым, ну, получается, в чемпионате, да? Мы играли с ними в товарищескую игру. Куда товарищескую игру играли, ну, там не очень хорошие результаты, мы им говорили. У вас, да? Да. У нас не собралась команда. Собралась команда просто, все еще в отпуске, в разъездах были, мы только собрались. Вот на первой же тренировке поставили игру контрольного сния. Я помню, в свое время в ЦСКА в межсезонке Кельню проиграли 1-9, а потом стали чемпионами. Вот. О, может быть, не шутят. Возможно. Еще один матч, который мы хотели бы с вами, ребята, обсудить. Конечно же, не обошелся он без, ну, ни дебютанта, да, ни новичка, все-таки премьер-лиги, все-таки Альбион уже пробовал свои силы в этом турнире. Но также вместе с вами поднялся из первого дивизиона в этом году. С Альбионом, насколько нам известно, вы играли предсезонную игру. Как сыграли? 4-3 проиграли, хорошая была игра, много моментов у них и у нас. Но, опять же, у нас была одна замена, не хватило, то есть это сверх игроков, у них там замен 5 вроде было. Но команда хорошая, комплектованная, тоже будет с ними интересно сыграть. Опять же, по соперничеству, по первому дивизиону мы с ними играли, соперничали достаточно плотно. И сейчас в высшей дивизионе, думаю, будет то же самое. У нас, кстати, игра с ними будет. С следующего тура у нас с Альбионом. Тоже от обороны будете играть? Нет, с Альбионом сразу для первого надо свой футбол показывать. То есть вы примерно определили, с какими командами будете в оборонительной, с какими будете свой навязывать в Успенских. Ну, я думаю, да. Но, опять же, с тренером мы пока вроде это не обсуждали. Не знаю, что у тренера в голове. Да. Может, он и с Мегатитаном захочет играть в атакующий футбол. Вадим достаточно такой. Возможно, он захочет и поатаковать с Мегатитаном. Мы в Атлетике однажды сыграли в атакующий футбол. 11-2, по-моему, проиграли на Кубок. Так что, будьте внимательнее. Вот вы говорите, что бывают проблемы с составом. Я, честно говоря, сколько не видел матчей у Успенского, всегда полная скамейка запасных присутствует. Тут действительно бывают какие-то сложности? Нет, на официальные игры проблем с составом не бывает. Вот у нас уже все ездят регулярно. Нельзя даже сказать, что кто-то не ездит. Просто, опять же, это выходной день в любом случае. А в будние дни у многих не получается по работе. Вот это с этим проблемам в будний день тренировка. То, что у многих не получается из-за работы. Мы обещали поговорить немножко помочь, но вопросы как-то сами собой идут. Переход Павла Ботова и целый такой вот когорт футболистов из «Рус Ультраса». Знакомы ли были с этими ребятами? Какое впечатление, собственно говоря, они оставляют? Нет, вообще не были знакомы с этими ребятами, но они как-то пришли в команду и сразу влились в коллектив. Очень быстро. И Саня Рамжаев, и Руслан, и Паша Ботов. Они все сразу нашли общий язык со всей командой. Мы между собой общаемся и на футбольном поле, и вне футбольного поля. А вот общий язык именно на футбольном поле быстро нашли между собой? Да, очень быстро команда. У нас вся команда между собой, подсказываем друг другу, помогаем. Видно, что опытные игроки, они сразу влились в наш коллектив, они с подсказом все, помогают. Ну, мы думаем, они помогут. Не тянут на себя дело? У нас такого нет, у нас командная игра, мы показываем команду. Безусловно. Но и возвращаясь все-таки к «Альбиону» и к «Титану». Ну, вот здесь, на ваш взгляд, первые минуты, два пропущенных мяча «Титаном», опять недооценка «Сайбку». Да, скорее всего, да. В любом случае, когда выходишь играть против соперника, который, ну, понятное дело, что он слабее, да? Ну, явно, что ты фаворит, и то, что команда, опять же, вышла из первого дивизиона, ты выходишь немножко на расслабоне, и в игру эту надо влиться. Когда ты получаешь два мяча, то есть ты понимаешь уже то, что пора, пора бежать, пора опять вкладывать все силы и выигрывать этот матч. И так же случилось вот в этой игре. За счет опыта, можно сказать, то, что «Титан» выиграл. Ну, а вот могла ли повториться сценарий, как с «Мега-Титаном»? Вот у Аслана Гатагова «Мега-Титан», тоже два забитых, и этого, в принципе, хватило им для победы. Ну, разные команды. «Альбион» и «Гатагов» в разных командах, я считаю. Потому что те же, у «Гатагов», они постоянно тренируются, у них все это наиграно. То есть, это оборона, если они забьют, они встанут, и они уже будут уверены, что не пропустят. А у «Альбиона» такого нет. Мне кажется, просто у «Гатагова» два состава, у них оба состава боевые. Разноценных, можно сказать. Да, и у первого, во втором составе игроки, ну, очень хорошо подобраны. У «Альбион» такого нет. У «Альбионов» основной состав, и у них, может, пару человек выйдет на усиление, и то тоже усиление, то есть свежесть какая-то добавится в игру. А остальное, я думаю, выйдет, ну, не усилит явно игру. А у «Успенского» есть, кстати, два состава такие? Разноценные? Я думаю, да. Наберется на два. У нас такие вот, с приходом этих игроков, стало два состава, примерно. Ну, я думаю, примерно равном. Одинаковый уровень мы считаем. Да. То же самое, в любом случае, у нас с тем же «Экспрессом» в финале, была нормальная ротация состава, то есть меняли игроков достаточно. Вадим менял, ну, не постоянно, конечно, но менял игроков. И в любом случае, в финал бы он не стал выпускать игроков, которые слабее. Поэтому, я думаю, в «Успенском» сейчас очень хороший состав. Мы полностью готовы к высшей лиге. Поборемся. Ну, вот так вот вы как-то в один голос обрекли просто Альбиону на то, что он никак не мог выиграть у «Титана». Никаких у него, в общем-то, шансов не было. Но мы, как видим, очень много. Кстати, Максим, ты хотел пару слов сказать о вратаре. Вратаре Альбиону, который на самом деле полевой игрок. На самом деле полевой игрок, да, это легенда. Мешков, в общем-то, действительно, это игрок с самого начала основания команды. Да, вот это была известная история про штаны Шальки. Да, не могу я не упомянуть ее, да, потому что в свое время даже, ну, я не знаю, насколько это байка или легенда, но эта история звучала, что был на просмотре даже в Шальке. Молодой «Динамо» Весмешков, вот, и сохранил даже штаны Шальки, которые, соответственно, предъявляют тем, кто не верит, что он там был. Вот такая-то история. Ну, может, мы позовем его к нам в студию, да, может быть, позовем его… Штанами. Да, обязается штанами, а как иначе, вот, чтобы вот он опроверг или, наоборот, подтвердил эти слова. Ну, действительно, да, вот, получилось так, что вратарь не смог подъехать у Альбиона. Ну, и по прошлому сезону у них тоже были проблемы с вратарской позицией, мы это помним. Ну, вот, как, на самом деле, несмотря на пять пропущенных мячей, очень здорово себя показал, проявил, и мы видели, да, какие сейвы, и то, что прыгал, падал, на самом деле, заслуживает большой похвалы. Да, да, я на вратарь выделялся в этой игре. Были у него парочку спасений хороших. Я как вратарь говорил, тем более, если оценивать то, что он полевой игрок, я этого не знал, допустим, достаточно хорошо себя проявил. То есть увидел эти вратарские задавки, да? Да, да, можно, в принципе, переходить на вратарскую позицию, если там как раз в Альбионе есть проблемы с этой позицией. Ну, почему нет? Да, к тому же достаточно возрастное, насколько я помню, то есть, ну, сколько там, по-моему, 79-го, что ли, год его рождения, то, может быть, так уже в высшей лиге трудновато будет передвигаться. Так-то вообще он нападающего играет. И, кстати, забивал он достаточно много. Пусть сыграет с нападением, мы Никите покажем в видео, он оценит уже. Ну, у нас, к сожалению, все-таки время не подходит к концу. Вы видели Альбиона, видели Альбион в этом сезоне. Следующий тур у вас как раз игра с ними. По силам, чего ждать болельщикам от Успенского? Да, команда нам по силам, я уверен. Мы будем, не скажу то, что мы будем фаворитами этой игры. Но мы будем играть на победу. Да, мы будем играть явно, я думаю, от себя. Опять же, может, я какой-то секрет раскрыл, не знаю, может, Вадим мне сейчас что-то скажет на тренировке завтра. Но я думаю, будет игра очень интересная. И будет, мне кажется, много забитых мячей. Потому что будет открытая игра достаточно. Очень интересно слышать такую вот оценку про забитый мяч от вратаря, от недопадающего. Я верю в разогнат, кто падает. А он говорит про свои ворота, а наши ворота, свои ворота. То есть тоже какой-то, может быть, секрет, да? Немножко это утаил. Да, да, да. Что ж, мы благодарим наших гостей, желаем им удачи, победа и достойного в целом выступления в премьер-лиге, удачного дебюта. У нас в студии были Никита Грибанов, Виктор Охманько. Благодарим вас, приходите еще. И желаем удачи в Кубке ЛФЛ, конечно, куда вы очень классно вышли. Будем рады, Кубка ЛФЛ. Большое спасибо нашим гостям. Очень жизнерадостно они поделились своими позициями и своими мнениями, впечатлениями, ожиданиями о старте нынешнего сезона. Но у нас получился зато такой хороший мостик к первому дивизиону. Тем более, что вышка нас не особо радовала своими матчами. Всего четыре поединка. Два мы обсудили, в двух других никаких сенсаций. Собственно говоря, это даже не намечалось. Поэтому давайте к первому дивизиону и пробежимся по некоторым матчам, которые больше интереса у нас всех вызвали. Тем более, у нас в этом году есть возможность наблюдать за многими командами и показывать голы, которые забиты. Дюпель 13 классика. Классика, которая добилась повышения в этом году из второго дивизиона. Наверное, в этом матче Дюпель смотрелся фаворитом. Безусловно. Безусловно, смотрелся фаворитом. Но мы, честно говоря, и я, честно, ожидал, что Дюпель уже в этом сезоне. Да, вот Успенка в прошлом сезоне взяла все-таки себя за все места. В общем, да, команда собралась и вышла в премьер-лигу. Вот, честно говоря, ожидал я от Дюпеля такого же рывка на старте нынешнего чемпионата. Но вот мы видим, да, то, что видим. Дюпеля до сих пор есть некоторые проблемы. Не знаю даже с чем. То ли с игровой дисциплиной, то ли с каким-то настроем на матч. А может быть, просто еще до конца из отпуска. Морально там, да, где-то мыслями не вернулись. Да, вот мы смотрим, как раз Дюпель вроде бы забил. Может быть, понял, подумал, что, эх, будет все легко. Мы сейчас обыграем из второго дивизиона команду. А тут не было. Как раз Классика собрался, может быть, где-то эмоционально, да, он был. Может быть, поинтереснее, посвежее, что называется. И Дюпель, может быть, еще не вышел из отпуска. Вся общественность, конечно, первой лиги была крайне поражена и удивлена таким результатом. Ну, Классика, конечно, хорошая команда, безусловно. Да, и они вышли напрямую, да, из второго дивизиона. Мы хорошо играли, особенно первый круг в прошлом году. Но Дюпель-то еще и первый тур проиграл Алании 4-2, да. Команда Алания, она борется в основном за выживание, хоть и является крепкой, но проиграли первый тур, думали, что будет Дюпель злой и будет там рвать и метать. Про Аланию вообще в нынешнем сезоне, мне кажется, что стоит сказать пару слов. Команда, во-первых, усилилась, а во-вторых, сейчас вовсе не за выживание борются. А после двух туров две победы и находятся в тройке лидеров. Лидируют, да. Ну, так же мы, не, мы просто все время говорили про Аланию, про то, что... Из команды Реал пришли, да, ребята усиления, там, новый вратарь. В общем-то, да, действительно, ну, расспрашивал я Ливана, говорю, ну, как вы там готовитесь уже, там, высшую лигу. Ну, естественно, так, немножко так с сарказмом, с юмором. Ну, он говорит, конечно, рано об этом говорить, но понятно, что даже по его настрою, по тому, как он со мной вот на эту тему общался, что уже не собираются они за выживание действительно бороться, как ты, как ты заметил, да, и обыграли Дюпель. Ну, вот думали все, что Дюпель злой выйдет на эту встречу, а тут такой результат из семь пропущенных мячей. Ну, надо сказать, что даже по нарезке мы видим, что счет забивают и те, и другие. То есть, был ровный счет, там, с перевесом в один мяч вело Классика, да, но лишь в концовке, по сути-то, вот это забил, когда Дюпель и устал, наверное, и надо было раскрываться, и появились свободные зоны. Классика-то достаточно молодая команда, и несмотря, да, на то, что жара, воскресенье, полдень, бежала команда неплохо, то физически готова неплохо. Ну, тут у Дюпеля явно вот видно, да, что проблема, мы видим, что выхода 4 в 1 допускают. Здесь, конечно, нужно этот компонент налаживать, но вот в атаке мы видим, что у Дюпеля все в порядке, да, вот Максим Донских сейчас забивает, и до этого тоже хорошо все было. Ну, наверное, Дюпелю надо что-то в обороне здесь изменять, ну, посмотрим, что дальше, два поражения неожиданно. Ну, посмотрим, что будет в третьем туре, ну, и давайте сразу переключимся к следующему матчу. Ну, а следующий матч у нас городок 17, Коммунар, вот команда, которая имеет цифровую приставку, да, в конце названия, они все проиграли достаточно крупно, хотя вот, опять же, и для городка, как и для Дюпеля все начиналось вроде бы неплохо. Но Коммунар в том году был один из главных фаворитов на повышение в классе, но как-то вот выступал нестабильно. А в этом году, наверное, все-таки, судя по первому туру, команда может действительно захватить лидерство, как вы думаете? Ну, Коммунар уже много раз говорил, что не хотят, они предлагали Коммунару в высшую лигу попасть, да, ну, вот по вине некоторых обстоятельств команды снимались в премьер-лиге, и была возможность Коммунара попасть в вышку, но так они не захотели, равно как и Успенская в прошлом году, да, отказывались, хотят по спортивному. По спортивному принципу. Ну, и плюс, мне кажется, все-таки Коммунар еще не готов, на мой взгляд, к премьер-лиге. Вот, здесь, в этом матче Городок вел, вел в два мяча, играл-то неплохо, да, и казалось, что вот она одна из главных сенсаций наравне, наверное, Солании, да, то, что Городок неужели обыграет одного из фаворитов первой дивизиона, но оказалось, все на самом деле не так. Вот, 3-2 делает Зинченко. В дальнейшем, Максим, особенно тебе хочется спросить, почему Городок так крупно проиграл? Ну, команда Городок, на мой взгляд, она такой более атакующий стиль, может быть, я, конечно, ошибаюсь, потому что у них есть хорошие нападающие, да, по-моему, Григорий Скигунов, Столба часто он играет, но вот Городок старается вот от атаки играть, и такую же, наверное, стратегию ее использует и Коммунар. И здесь вот в атакующем футболе, наверное, все-таки класс Коммунара здесь сказался, и в итоге 7-3 вот такой вот расклад. Не смогли сдержать такой вот напор в виде Зинченко, да, и других футболистов, просто атака Коммунара оказалась сильнее атаки Коротка. Вот, на мой взгляд, причина этого счета крупного. А мой Городок больше поправился по этому матчу, скажу честно, как-то поизобретательнее, повеселее, особенно вот первые 20 минут. А почему он выиграл тогда Коммунар? Потому что длиннее скамейка, потому что, наверное, больше где-то какие-то возможности, да, у команды. Ну и потом Зинченко, как бы я отметил, очень хорошо цеплялся за мячи, и, знаешь, вот, может быть, где-то это даже где-то до однотипности доходило, но цеплялся за мячи, исправно стоял партнером, и в итоге это привело, да. Ну, для Коммунара вообще главное – это собираться, да, вот, какой состав приезжает, от этого тоже многое зависит. Максим, как ты думаешь, сможет Коммунар в этом году сохранить какую-то стабильность по составу оптимальному? Ну, здесь сложно это предугадать, поскольку, я так понимаю, что в других турнирах многие футболисты задействованы. А стабильность в каком плане? В плане текучки или в плане сбора на команд, на игру? Ну, сбора на игру, наверное, все-таки. Ну, сбора на игру я, к сожалению, не старец фура, не могу предвидеть, да, как ребята будут, какие турниры выбирать, но знаю, что задействованы в других, ну, если, конечно, будет приезжать вот тем составом, который у них в заявке есть, да, вот, то есть лучшие игроки, их костяк будет приезжать, то, конечно же, на мой взгляд, команда это может вполне предъедовать даже и на чемпионство. И вот ты сказал, что, наверное, еще сыроваты они, да, ну, вот и по матчу с городком видно, что 7-3 и проигрывали, так и более того, в первом туре, да, против надежды, который тоже борется за выживание последние годы, тоже проигрывали сначала по счету, 0-1 в частности, да, проигрывали, и в итоге 5-2 смогли победить, но даже по этим счетам, да, и по этим играм видно, что пока что, то есть нащупывают коммунар свою игру, и нет вот этой вот крепости для того, чтобы такую сразу чемпионскую игру показывать, но в течение сезона, если всех обкатают, то это будет главный фаворит. Слушайте, ну, и один из главных фаворитов, возможно, это еще и Кегли, да, они тоже сейчас на вашем экране, ну, вот это вот неожиданно, честно, ну, непривычно мне смотреть за тем, как забивает футболисты Кегли гол на третьем поле команде Ультра, ну, вот как-то не укладываете, пока он мне еще в голове. Режет глаз, да? Да, да, режет глаз, но здесь общекомандное решение, да, то есть его все-таки нужно принять, и в том числе, мне кажется, где-то уважать, да, ребята решили передохнуть, ну, а вот с такими результатами два матча, да, по 2-0, мы говорили, как раз встретились на парковке перед передачей с Иваном Никифоровым, говорю, ну что, все, встали на свои рельсы, и 2-0 пойдете штамповать эти победы. Ну, а что, говорит, у нас там опять нападающих нет, полузащита плохая, защита тоже плохая, нам только так остается вот и играть. Ну, в общем, как всегда, Кегли припедняются, но результат показывают при этом. Ну, они из фаворитов, наверное, сезона, но вопрос вот, хорошо, Кегли, допустим, получат повышение в классе, пойдут? Ну, я думаю, это фаворит, с задачей не выйти в Пример Лигу. Ну, вот, с Мишей... Пойдут, а мне кажется, пойдут. Думаешь, пойдут? Да, сейчас, тем более, немножечко потрутся в первом дивизионе, познакомятся с командами, с какими-то, может быть, игроками, и вполне вероятно найдут какое-то усиление себя. Но для этого нужно еще целый сезон провести и выиграть, в общем-то, этот чемпионат, да, в Первой Лиге у нас, честно говоря, вот так вот, конечно, какие-то пророчества, да, но, похоже, получается интереснее, чем Премьер Лига. Ну, возможно, да, да, очень будет в этом году интереснее. Плюс Ультра, кстати говоря, тоже в этом году не планируют болтаться внизу, и, насколько мне известно, там тоже хотят футболисты и руководство выигрывать, и хотят быть... Да, честно говоря, там половина чата в Первой Лиге, в общем-то, не хотят болтаться даже в середине, и хотят повышения в классе. Вот могу про CDN2 сказать, да, что там тоже ставится задача попасть, как минимум, в стыке. То есть ряд команд очень высокие цели ставит, поэтому... А, кстати, вот как сказал, что нету Ивана Никифоров нападающих, когда вот Чербаков играет, пожалуйста, да? И забивает в каждом туре. Ну, это же стандартная песня о Кегле, что никого нет, мы там не футболисты, грубо говоря, там и мяч первый раз видим, но... Но на опыте... Мы-то за ними давно наблюдаем, да? Сделят соломку Ивана. Да, да, да. Но нас не проведешь просто. Да. Ну, а Гейм, будешь за Кегле болеть, наверное, в Первой дивизионе? Продолжаю, продолжаю болеть за Гейм. Продолжаем. Продолжаем. Ну, я тебе говорю, что в Первом дивизионе действительно, наверное, поддержка болельщиков, она пригодится в этом сезоне. Ну, и вот здесь сумасшедший сейчас сейв защитника, да, мы могли видеть. С метра уже вносил Аберенко белый, да, мяч, как здорово защитник своего вратаря подстраховал. Ну, и Александр Щербаков стандартный слой гол, гвоздь, забивает, ну, что называется, подобедал данный эпизод. Ну, здесь я, наверное, с вашего позволения хотел бы предсказать, что Кегле меньше всех пропустит в Первом дивизионе. Вот это можно даже... Пока ни одного сборить. Ну, кстати, посмотрим, посмотрим, интересно. Интересная такая сносочка такая. И возможно. Так, ну, что у нас, друзья, какой следующий матч? Следующий у нас еще один дебютант Первого дивизиона. Это команда Феникс 9, которая ставит тоже большие задачи, укрепляется. Встречался со стражилом не только Первого дивизиона уже, но и вообще с стражилом Западной Лиги. Арсеналом. Арсенал, все прекрасно знаем, какую трагедию пережил, да, в начале этого года. Но команда сохранилась, команда побеждает. Но вот, вы знаете, очередная победа, очередное поражение, прошу прощения, Арсенал крупный. Но, ребят, я спокойно, честно. Арсенал всегда начинает тяжело. Команда возрастная. Лето, отпуска, не в форме. Сейчас команда свое наберет. В пятерочке вполне возможно даже. Да, конечно, соглашусь. И как Володя Тихомиров, представитель Арсенала, как он говорит, что, ну, мои старички пока что вкатываются в сезон. Вот стараются сейчас на вечер, конечно, игры ставить, потому что трудновато по жаре. Но я с тобой, мир, согласен, что Арсенал соберется и все будет хорошо в этой команде. А мне кажется, что вот про пятерку, мир, ты так немножечко погорячился. Я бы сказал, опять же, таки возвращаемся к тому, что сейчас Первая лига стала сильнее. По составу участников и ровнее где-то. И вот Арсенал уже занять свою нишу, как он занимал это в прошлом сезоне, будет намного тяжелее. Слушай, ну, вот в прошлом году он тоже стартовал очень слабо. И мы думали, ну, все. А команда там штамповала победы за победой. Да, конечно, когда найдут свою игру, нащупают. Но вот вопрос сопротивления. Вопрос сопротивления все-таки он тоже стоит и будет тяжелее. Я бы сказал, что в десятку могут. Ну, вполне возможно. В десяточке это уже более, да. Хорошо, но даже мой главный посыл то, что Арсенал свое наберет. То есть сейчас переживать о том, что команда там пропускает, многое абсолютно не стоит. Вот Феникс 9 был, естественно, заряжен на эту встречу. Тем более проиграли в первом туре. И здесь просто команда рвала и металла. Ну, здесь, знаешь, такое черное-белое сошлось. Потому что Арсенал крайне плохо готов. Вот сейчас на старте сезона крайне плохо играет. Команда тяжелая пока. А Феникс 9 наоборот. Это слишком молодая команда, которая слишком бежит из избыток физического состояния. И как раз вот здесь они, можно сказать, перебегали просто-напросто. Но при этом Феникс 9 ставит задачу выхода в премьер-лигу. Это чемпион дивизиона 2Б прошлого года. И у них задача стоит именно выйти и даже выиграть. Ну, сейчас еще Ланцов восстановится, да, будет играть. То есть это, мне кажется, будет совершенно другая команда. Плюс еще, возможно, Дмитрия Булыкина мы здесь увидим. Здесь тоже, может быть, по-другому будет играть. Отвещали, да, его появление на поле. И трансферы там тоже ведутся. То есть вполне возможно кто-то из футболистов еще может прийти. И Чмутин, кстати, уже пришел. Чмутин пришел уже, да, играет. Надо сказать, что поздравляемая Феникс 9 с первыми набранными очками. Это очень важно было набрать. Вот. Уверенная победа 9-1. Я думаю, что не подсластила такую пилюлю от первого круга. Тура, прошу прощения. Безусловно. Но очки еще-то надо набирать. Безусловно. Интереснейше у нас получается чемпионаты в первом дивизионе. Несмотря на то, что прошло два тура, есть что обсудить. О чем поговорить. Вот. Сейчас на ваших экранах результаты. Подводить итоги, конечно же, да, наверное, все-таки еще рано. Будем следить за тем, что там происходит. Но за первым дивизионом действительно Люба дорого, наверное, будет смотреть нам. Да, увлекательно, конечно, смотреть. И тем более, что 20 команд. И в каждом туре мы яркие противостояния увидим. 20 команд и ни одного аутсайдера. Ни одного. Разве что фаворитов можно будет определить, но позже, не после второго тура. Но у нас сегодня, видите, упор небольшой. Мы сделали все-таки на первой дивизион. Но есть у нас и матчи, которые мы покажем и во вторых лигах. Максим, пожалуйста, давай проанонсируй, что мы сейчас посмотрим. Да, и вот сейчас мы увидим матч дивизиона 2 в эстсайд-цемент. Игра выдалась очень упорной, напряженной. И, собственно говоря, это первая ничья. У нас не так часто ничьи бывают в футболе 8 на 8. Ну, вот здесь вот такой поединок равных соперников, который завершился со счетом 3-3. Крупная ничья. Она, кстати, первая вообще в двух дивизионах. Но при этом чуть позже Литуали и Феникс тоже сыграют 3-3. Но все-таки Лавры первой команды. Первых команд это ТВ-сайд и Цемент. Да, ну и к тому же нужно заметить, что это первые очки. Да, вот по одному очку разделили именно так этот Ганди Кап команда. И вот по первому набранному баллу в этом сезоне свой актив занесли. Проиграли первые туры и Цемент, и Вестсайд. Ну, если Вестсайд команда, которая является старожилом 2-го дивизиона, то Цемент, как мы помним, вышла из 3-й лиги. И для этой команды это вообще первые очки, которые набраны в дивизионном выше. Ну, вот разделили. В данном случае с командой Вестсайд. За что Вестсайд будет бороться, Максим, в этом году? Ну, очень амбициозный руководитель у этого коллектива, Роман Зверев. Недавно, кстати, в эти выходные у Ромы была свадьба. Вот через передачу мы его поздравляем с этим событием в жизни. И надеюсь, что его команда преподнесет ему подарок в этом году. Потому что парень очень много времени уделяет самому коллективу. Есть дубль, да, вот у Вестсайда, который играет в 3-м дивизионе. И успевает и там, и там. Вот это, посмотри, ну это просто шедевральный гол. Шикарный гол, да. И мы говорили о том, что повышается уровень 1-го дивизиона. Вот есть мнение, что падает уровень 2-го, да. Но вот мы видим, какие мячи забиваются. Я думаю, что это может войти в тройку лучших голов вообще всего чемпионата. В принципе-то. Может, может. Задачи хотят выйти дальше куда-то? Я думаю, что вот, зная Романа, что амбициозный он очень. И я думаю, что будут хотеть повышения. Не знаю, насколько смогут. Да, да, да. Это же логично, правильно. Это же любой спортсмен хочет добиваться высоких результатов, да. Если команда, ну, наверное, на одном уровне топчется, наверное, все-таки это не совсем правильно. Я думаю, что да. И тем более, что есть дубль и возможность 40 человек иметь в заявке, да, и из лучших выбирать не из 25, а из 40. То есть, я думаю, что... Ну, обязательно еще интервью, конечно, у Романа возьмем. Но я думаю, что Вестсайт уже в этом году должен ставить задачу выхода. Ну, вообще Вестсайт в этом матче красивый. Мячи забивал. Ну, пока тяжеловато. Вот тяжеловато. Видно, что команда немножко вкатывается в сезон. Если посмотреть два матча, да, в обоих забиты по три мяча ровно. Не больше, не меньше. Но, ладно, об этом больше бы забивали, да, тут не получается. И не всегда этих трех мячей хватает даже для ничьей, да. Вот в первом туре выступили флагману, причем введя три мяча по ходу встречи. Вот пропустили четыре. То есть, ну, видно, что где-то, наверное, не в тонусе. Еще не до конца набрали игровые кондиции. Ну, как показывают в дивизион 2Б, даже семи мячей не хватает для ничьей порой. Потому что мы сейчас поговорим о дивизионе 2Б, там вообще 13-7 есть такой результат. Максим, вот скажи мне, ходит такой слух, что дивизион 2Б, семи мячей 2А, это так? Ну, слух такой, безусловно, ходит, но ходит он в группе 2Б. То есть, я не знаю, насколько вот чат 2А. Мы не сплетничаем, абсолютно никаких сплетен, мы всех уважаем, мы ко всем относимся с любовью. Ну, мы... Ну, конечно, поговорим о дивизионе 2Б, просто там такие команды заявляются как Барс, поэтому, наверное... Атлетика. Атлетика, да, и импульс, который там по 250 мячей за сезон забивает. Я думаю, что можно где-то такую точку зрения высказывать. А вот, кстати, в группе 2А был еще один матч, который мы обращали внимание. Хотели мы его поставить в сетку вещания, да, чтобы под трансляцию, к сожалению, по техническим причинам это сделать не удалось. Это Олимп и флагман. Все очень в восторженных тонах хвалили Олимп, плюс флагман, да, одержал такую волевую победу в первом туре, проигрывая 3-0, кстати говоря. И вот здесь битва такая действительно получилась на славу 4-3 победа Олимпы. И у нас, кстати, есть после матчевого интервью. Максим, да, ты пообщался с главным тренером команды Дмитрием Башкиным. Итак, представитель команды флагман Дмитрий Башкин согласился дать нам интервью после матча. Дима, вот игра ваша против Олимпа в эти выходные была крещена матчем Тура, да, ВКонтакте выбирали матч Тура. И именно эта игра собрала больше всего голосов. Вообще, что можешь по игре сказать, вот по результату и в целом вообще по игре по этому матчу? Ну, по игре могу сказать то, что мы могли эту игру выиграть, но когда повели 1-0, сами, как бы сказать, поверили в себя, начали пижонить, и Олимп нас за это быстренько наказал уже на опыте, может быть, команды, не знаю. И мы не сумели вытянуть, ну, вели 1-0, проигрывали 4-1, и уже вытянуть не смогли, 4-3, и не получилось. Как известно, команда Олимпа, это бывшая команда Динамо Запад, как ты сказал, очень крепкий, да, коллектив, но были проблемы у этой команды перед матчем, да, вот в первом туре выиграли они с крупным счетом, 9-0, да, по-моему, но тем не менее был удален у них вратарь. То есть, как, второго вратаря они поставили или полевой игрок в поле? Ну, Слава, в поле, да, стоял в воротах, играл. Защитник? Он, вроде, защитник, да, но он отыграл просто великолепно, он все тащил, да. Да, даже когда ему забили гол первый мы, он повредил себе руку сильно, долго там, ну, больно ему было, и отстоял с травмой весь матч и все тащил, да. У команды «Флагман», я знаю, что есть обновления в составе, есть новички, и вот, наверное, с учетом вот этих вот изменений кадровых, какие-то новые задачи будут, видимо, ставиться перед командой, в частности, с Василием Оприцем, да, лидером вашего коллектива. Вот расскажи, участвовал ли он в матче, ну, вообще, я с ним разговаривал в этой личной беседе, он мне поведал, что команда у вас очень хорошая собирается, и планируете побороться за выход в первый визион. Вот подтвердишь его слова? Команда, конечно, сейчас очень хорошая, и это я подтвердю его слова, но в плане побороться за выход, это сложно пока говорить об этом, как бы, надо, мы первый раз, сколько там, команда с 2007 года, вышли во вторую, и говорить о том, что мы сейчас выйдем в первый сразу, нет, очень много крепких коллективов, поэтому, не знаю. Как можно лучше выступить, все, какие-то задачи будут, нету. Ну, Дим, спасибо большое, что ответил на наш вопрос, может быть, мы к этому вопросу все-таки попозже, там, в течение первого круга, или, может быть, второго вернемся. Еще раз спасибо, и удачи. Вот такая у нас красивая афиша к матчу подиум Редзори, ЛФЛ Запад, вторая лига, вечер, ну, шикарная погода, но удовольствие, на самом деле, играть. Давайте, чем не для меня примечательны Редзори, помимо того, что там играет наш хороший друг, да, это Иван Иванов, который судит, собственно говоря, и просто наш хороший товарищ. Там еще есть замечательный игрок, как Богдан Петыш, который играл за молодежную сборную Запада, и, ну, действительно, он выделяется в команде. Да, и одна поправочка в команде называют Богдан. То есть, скорее всего, так... Богдан, да. Нет, нет, все правильно, потому что, когда я с ним общался, именно, да, он говорил, что я Богдан. Давайте к матчу, извините, извините, коллеги, здесь очень стремительно развивались события. Первые пять минут четыре гола было забито. Четыре гола, причем в одни ворота. Ворота Редзори. Редзори, которые, на самом деле, неплохо стартовали, да, была добыта победа в первом туре. Причем такая очень уверенная, разгромная, на этой команде не стандарт. Но вот здесь я потом общался с, собственно говоря, с тем же самым Иваном Ивановым, с другими футболистами. Что случилось в первые пять минут, никто понять не может абсолютно. Но четыре мяча пропустили, и как играть дальше, да, ты вот стоишь около разбитого этого корыта, что делать дальше? Как-то попытались, попытались все-таки найти в себе силы, и к концу тайма тоже провели ударную пятиминутку. Удалось два мяча отквитать, но на этом, собственно говоря, вот с забитыми, с голевыми моментами в этом матче все закончилось. А вот тут, может быть, злую шутку сыграло для Ред Зори, то, что подиум не играл первый тур. И мы тоже, да, сейчас вот какие-то выводы нам сложно делать по одному матчу. Но вот с такой вот пятиминуткой, вот с такой игрой, а не будет ли подиум претендовать тоже на выход в первый дивизион? Мы не знали вообще, как подиум будет выглядеть, да, середняка не прошлого года. Но здесь они показывают, что сильную крепкую команду, где Богдан Петыш играет, да, который забивает 21 мяч в 20 играх, да, и отдает 15 игр в передач за Тульский Арсенал, да, в том числе, в частности, он выступает. Вот, ну, такую команду они, можно сказать, обыграли за первые пять минут. А не видите ли вы, может быть, потенциального фаворита в команде подиума? Ну, вот подиум для меня, честно говоря, это какая-то темная лошадка, причем, ну, вот, совсем темная. То есть, во-первых, мало что знаю. Точнее, вроде бы информации и много, но команда постоянно меняется, да. То есть, я еще помню тот подиум, который на стадионе Каид. Который в первую дни играл. Еле, да, собирался, где-то не собирался, где-то приезжал хорошим составом, там, обыгрывал чуть ли не фаворитов сезона. Вот я с тех времен еще помню подиум, и вот слишком много перетурбации команда, наверное, пережила. И, наверное, переживала какие-то изменения и перед сезоном, перед нынешним. То есть, здесь нужно смотреть, и вот как-то по ходу чемпионата будем, наверное, наблюдать и оценивать силы. Ну, опять же, первый тур, не забывайте, во всех лигах, да, где-то кто-то на эмоциях, где-то кто-то настроился, где-то кто-то, наоборот, не настроился. Отпуск, готов, не готов, пятое-десятое, то есть, какие-то обстоятельства, да, они случаются. Поэтому выводы говорить сложно, да, любой принцип может обыграть любого, да, сейчас. Ну, или какой-то там сюрприз преподнести. Действительно, какая-то небольшая дистанция, и тогда уже можно будет говорить. Ну, здесь команду МИФ, да, например, Андрея Сергеева, которая за выживание борется, а в этом чемпионате одерживает две разгромные победы, обыгрывается К-14-2, и Адреналин 5-1, и занимает первую строчку. Первые туры. Сложно делать какие-то выводы. Я думаю, что мы перешли к дивизиону. Ну, кстати, вот в два дивизиона, вот за эти два первых тура, если посмотреть в целом, да, взять таблицу, то примерно, мне кажется, команды правильно расставились, да, то есть, где-то первая десятка, она, скорее всего, и будет бороться за... Призовые места, соответственно, а вот те, кто оказались чуть ниже, ну, понятное дело, что будут какие-то перетурбаться, но это будет уже борьба за, скорее, выживание, да, ну, и плюс середнячки, конечно, никто их не отменял. Обсуждали тоже эту тему на форумах, и здесь такой момент, что вот насколько команды, которые поднялись из третьей лиги, а мы знаем, что волей обстоятельств поднялись не только верховые, да, но и больше команд вышло, вот как они смогут выглядеть на уровне... На фоне. На фоне, на уровне команд второго дивизиона, которые лидировали и были середняками прошлого сезона, пока что они эти экзамены не выдерживают в основном. А во втором дивизионе БМ, собственно, первую строчку занимает команда... Какая команда? Какая-то команда? Команда Атлетика. Поздравляем тебе сказать название этой команды. Неужели, команда Атлетика, ну, мы уже, честно говоря, поздравляем, поздравляем тебя. Уже скриншоты, принтскрины распечатали, поэтому мы уже... Мы спокойно. Уже отметили за окончание сезона. Все, порядка. Поздравляем тебя с этим событием. Как так получилось, Макс? Ну, я сам не понимаю, честно говоря, как мы оказались на первой строчке. Но вот то, что я говорил, по большому счету, что на первые два туры выпали команды, которые вышли из третьего дивизиона. Да, и вот сейчас мы посмотрим тоже интервью с Николаем Воровом из команды Форум, да, которому я задавал вопрос по поводу того, как что будете играть, да. И он сказал, что трудновато будет, наверное, соперничать с такими матерыми, опытными коллективами. Ну, и вот подтверждаются мои слова, что пока третьему дивизиону в первых двух турах сложновато. Давайте, давай посмотрим. Да, можно как раз и интервью посмотреть с Николаем. Итак, перед матчем, в преддверии матча Атлетика Форум, да, или Форум Атлетика, наверное, будет вернее сказать, представитель и игрок команды Форум Николай Воров и, так сказать, наш дебютант в масс-медиа в том числе. Может быть, только вот в таком массовом, да, масс-медиа, если порастишь меня за эту автологию. Но так Коль известен также большими своими обзорами и статьями на сайте ВКонтакте, своими, так сказать, нарезками и видеозаписями, которые он делает, да, Коля уже давно в этом, если можно сказать, бизнесе. Коль, ну, тем не менее, раз уж у нас вечером игра, да, Форум Атлетика, позволь мне задать вопросы конкретно по этому матчу. Ставишь перед своей командой задачу победить Атлетику? Ну, задача, конечно, максимальная стоит, то есть, как минимум, сыграть достойно, вот, мы понимаем, что уровень, конечно, класс Форума в данный момент ниже Атлетики, команда поднялась только что с третьего дивизиона, вот, поэтому победить, конечно, хотим, но насколько это получится, как бы, посмотрим вечером. Вообще, Форума, команда такая с историей, да, вообще, какие успехи у команды, вот, в каких дивизионах выступали, вообще, что можешь о своей команде сказать, может быть, в двух словах? Так, ну, я не являюсь ее начальником, пришел уже по ходу сезона, но, действительно, да, у клуба есть своя история. Команда в первый дебютный для себя сезон в ЛПЛ сумела взять чемпионство третьей лиги, поднялась во второй дивизион, провела там два сезона, потом, череда поражений, к сожалению, несколько костяк команды, ну, разладился, развалился, поступать на столе, остаться дивизионами ниже, дошли до четвертого, и в процессе, вот, буквально, уже на десятилетие вперед, то есть, команда снова возвращается в второй дивизион. Ну, вообще, задачи какие-то на сезон ставите, вот, имею в виду, понятно, что как можно лучше выступить, но конкретно какую-то планку ставишь, то есть, мы знаем, да, что по три команды из вторых дивизионов уже выходят в первую лигу, а четвертая команда будет даже в стыковой матч играть, вот, где-то туда вы метите, или все-таки что-то вот в середине таблицы? Нет, я думаю, сейчас это слишком пока для нас недостижимые цели, задача стоит ближе все-таки закрепиться в дивизионе, тем более, смотря на своих оппонентов, такие, как, например, импульс, вот, Барс заявился в последний момент, Олимпик, ну, и все те команды, которые даже Атлетика играли в том дивизионе, я думаю, у них шансы все-таки больше занять первую десятку, а мы уже будем сперва бороться среди тех команд, которые также вместе с нами поднялись в третью дивизион, ну, и, соответственно, с аутсайдерами, которые, там, по воле, стучи жребия, кто-то вылетел, кто-то не вылетел в том году, и занимал нижнюю часть, вот, с ними мы и побоимся. Первый матч, я знаю, что вы переносили, да, вот, там не было возможности собрать состав, сегодня оптимальная у вас явка на матч, или же все-таки пока кто-то на каникулах или занят? Да, первый тур принесли, в связи с тем, что еще пришелся период пусков, так как лето все-таки выйдут у нас теплые, все-таки на август месяц больше, середина его, сегодня, скажем, процент, наверное, 80 у нас оптимальности состава, потому что все-таки не все основные игроки, которые планируются, будут на игре. Ну, в общем, с таким составом будете бороться, да, и разрешите пожелать удачи и в сегодняшнем матче, и, конечно же, в целом по сезону. Спасибо тебе большое за интервью. Ну, и в 2б, собственно, Максим, да, продолжая тема, помимо Атлетика, здесь Ватукино, например, 9-0 обыгрывает Фили, вот, достаточно уверенно, и хотелось бы отметить за речью Феникс Райминки. Здесь, если мы отмечали 3-3, да, счет в дивизионе 2, то здесь, пожалуйста, вообще 5-5. Ну, там вообще был интереснейший матч, он, кстати, в ВКонтакте есть нарезки, наверное, на Ютубе будет целый матч, поскольку Илья Солганюк и Златутина эту игру вообще снимал полностью, вот. Но там Феникс Райминки проигрывал вообще 2-5, и эту игру вытащил за последние 10 минут, сравняв счет с пенальти на последних секундах игры. Вот такой вот триллер настоящий получился. Там судья какой с железным характером, с железными нервами на последней минуте при счете 4-5, да, поставили. На последних секундах даже, да, там, то есть забили это в пенальти, и, собственно говоря, после розыгрыша мяча произвучил финальный свисток. Ну, и, кстати, отмечу еще дубль Феникса 9, Феникс 99, который тоже планирует, собственно, бороться за выход дальше. То есть это ребятам-то есть что доказывать. Вот, поэтому я думаю, что весь сезон будут они в хорошей форме. Напомню, что они хорошо готовы физически, и там, ну, сложно очень прийти неподготовленными. Миш, ну, ты как мог оттягивал этот момент. Не хотел, наверное, отвечать на этот вопрос, а может быть и хотел, да, но и ждал момента действительно подходящего. Миш, ты сегодня в начале передачи сказал, что ты из команды футбольный клуб «Барс». Я думал, ты не запомнишь, забудешь. Мы, в общем-то, уже так со слезами на глазах попрощались, вроде бы, с этой командой. Но вот вновь «Барс», и мы могли подумать, что это кто-то другой создал, да, но ты уже в команде. У руля Дмитрия Смирнов. Расскажи, что, как, откуда, почему. Ну, пока нету вот этой приставки «ФК», да, вот этого бренда «ФК», поэтому просто пока «Барс» возродились благодаря Владимиру Егорову и Андрею Бурову, которые вот это и дело возникло. Они предложили Дмитрию Смирнову. Они придумали, да, они предложили, и вот так все закрутилось, завертелось. Ну, собрались там в основном наши друзья, с кем мы общаемся где-то поиграть, получить удовольствие. Ну, и там есть свои определенные тоже нюансы. Если кто-то думает, что мы играем за деньги, да, это нет. Абсолютно нет. Мы играем исключительно ради себя, ради того, чтобы просто поиграть в футбол. А задача, то есть, не стоит перед «Барсом» просто поиграть в футбол? Ну, вообще, вы все прекрасно знаете Дмитрия Смирнова, да, это человек, который просто так не будет играть. Если он в чем-то участвует, да, у него максимальные задачи. Естественно, нам он тоже сразу на первой тренировке в раздевалке объявил, что никто здесь просто так играть не будет. У нас задача выигрывать, естественно, выходить. Ну, возможно, дальше, вот, и там посмотрим, да, пойдем не по-другому. Но то, что выигрывать, это однозначно. Только так он смотрит вперед, и, соответственно, у нас будут интересные, я думаю, матчи. И самое главное, ребят, вот честно вам скажу, да, у него была такая фраза. Он сказал, второй дивизион для меня неизвестность. Не в плане, кто и что там, естественно, да, играет, а в плане футбола. Как, что, потому что все время, да, играть на высшем уровне и понимать, да, там футболистов. А здесь все-таки немножко по-другому окунуться в другой мир. Для него это очень интересно, и для нас это всех тоже очень интересно. Мы с удовольствием поиграем в этом дивизионе со всеми командами. А теперь вопрос, Макс, к тебе. Как, собственно говоря, Атлетика и другие участники 2Б дивизиона восприняли эту новость? Ну, как только увидели в таблице появление команды Барс, такая легкая паника началась. Итак, 2Б, как так, Барс, откуда, почему не высшей лиги, а тут среди нас. Ну, на самом деле, если посмотреть заявку, да, то там такой симбиоз, там люди еще, которые в 2005 году выигрывали, играют первое чемпионство, понимаешь? Поэтому, если кто-то думает, что для того, чтобы там разрывать, абсолютно нет. Для того, чтобы играть в премьер-лиге, да, нужен бюджет на команду. Этого бюджета нету. Так, это чтобы играть в премьер-лиге, а в первой дивизионе тоже нужно, понимаешь? Уже, уже, да, прекрасно. Ну, вот, поэтому начали со 2-го, соответственно. Посмотрим, как пройдет этот сезон. Если мы почувствуем, что нам надо и мы можем выходить, мы пойдем дальше, естественно. Но это если кто-то думает для того, чтобы там, извините, там издеваться, да, там или что-то, абсолютно нет. Абсолютно нет, мы эту цель абсолютно не преследуем. Мы хотим просто поиграть в футбол, получить удовольствие. Я думаю, сначала вот так... Ну, и всем же будет интересно, согласитесь. Конечно, вот я и хочу сказать, что сначала, если и присутствовал такой легкий испуг в стане 2-б, то потом, как бы, уже такие бодрые обсуждения пошли. И я думаю, что настрой соперников на Барс вам обеспечен в каждой игре. Я думаю, что для всех команд, для всех соперников это будут особые матчи. Ну да. Ну что ж, друзья, да, вот, наверное, наш вечер подходит уже к концу. Сегодня были гости, и мы так достаточно много видео показали. Теперь мы встретимся через 2 недели. Может быть, здесь, в этом уютной квартирке. Может быть, в нашем баре. Посмотрим, да. Заезжайте, буду только рад видеть вас. Ну, Максим, спасибо, ты очень любезен. Друзья, ну, все прекрасно знаете, что в этом году у нас увеличилось количество трансляций, активно развиваются соцсети, да, туда пополняем постоянно какой-то материал. Обязательно за этим следите, фотографируйте, присылайте нам. Видео в этом году будет очень много, каждый может воспользоваться правом, поэтому все достаточно демократично, все очень доступно. И, что называется, играй, снимай, не хочу. Расширяемся и в социальных сетях, вот, в частности, на днях была организована страничка в Инстаграме. В Инстаграме, да, тоже на ваших экранах вы ее видите, сети ВКонтакте, все это обсуждается, все мы читаем, мы готовы к диалогу, мы прислушиваемся, да, к вашему мнению. И, конечно, будем приглашать вас к нам в гости и, друзья, ну, главное, наверное, без травм, да, и чтобы сезон прошел на одном дыхании. И, ну, очень хорошо, интересно, да. Сегодня в студии был Дмитрий Ершов, Максим Киселев, Михаил Меркулов. Спасибо, да. В унисон сказали. Спасибо, увидимся через две недели, всего доброго. До свидания, играйте в футбол. До свидания. До свидания.